Русская служба новостей Русская служба новостей Президент Аслан Бжане провел расширенное совещание с участием руководства администрации президента, правительства, глав городских и районных администрации, руководителей парламентских комитетов и судейского сообщества. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства сообщил присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. Также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки. 15 ноября истек срок договоренности по двухнедельному перетоку электроэнергии, который обойдется республиканскому бюджету около 200 миллионов рублей. Данная сумма в бюджете 2023 года не была предусмотрена. Несмотря на это, в Минэкономике заявили, что долг будет выплачен и население без электроэнергии не останется. Вместе с тем, Черноморэнерго продолжает работы по установке приборов учета и уже есть результаты. Потребление электроэнергии понизилось на 200 миллионов киловатт-час по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее о планах по обеспечению населения электричеством, в темпах установки приборов учета и промежуточных результатов в специальном репортаже Асида Малия. Установкой приборов учета занимаются специалисты бригад Черноморэнерго и, конечно же, СУЭС. Установка аппаратов сопряжена с вытекающими задачами. Необходимо привести в надлежащее состояние все распределительные сети и счеты. Если покупку приборов оплатили средствами госбюджета, то вся финансовая нагрузка по их установке ложится на бюджет Черноморэнерго. По приблизительным расчетам на установку одного прибора затрачивается примерно 20-25 тысяч рублей. Сумма формируется из учета состояния электросетей и объемов работ плюс привлечения спецтехники. Работа по установке приборов учета электроэнергии ведется активно, за исключением дождливых дней и соображения мер безопасности. Специалисты одновременно ведут работы в центральной и северной частях столицы. В трех многоэтажных домах нового микрорайона столицы установка уже завершена. По словам главного инженера Суэстен Гиза Блаббов, в подъездах установлено всего 6400 приборов учета. Суэстен Гиза Блаббов, в подъездах установлено всего 6400 приборов учета. Суэстен Гиза Блаббов, в подъездах установлено всего 6400 приборов учета. В Гагре, так же, как и в столице, энергетики активно ведут работу по установке приборов учета. Как сообщает руководство филиала «Энергосбыт» Черноморэнерго, уже установлено порядка 445 приборов. На первом этапе их установили в объектах юридических лиц индивидуальным предпринимателям. Планируется установить еще порядка тысячи приборов учета данной категории потребителей. Также планируется работа установки приборов учета и населению. По нашим предварительным данным, чтобы обхватить весь Гагринский район, потребуется около 14 тысяч приборов учета. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Параллельно с установкой приборов учета мы проводим инвентаризацию абонентов. В целом уже есть благоприятный эффект от таких приборов учета. Заметно упали нагрузки в сетях, в тех местах, где мы их установили. Такие показатели способствуют безаварийности на подстанциях и увеличению напряжения. На минувшей сессии Народного собрания парламентарии приняли поправки в законопроект республиканского бюджета на этот год. В нем предусмотрена сумма в размере 60 миллионов рублей на оплату за переток электроэнергии. Это остаток субсидий, выделенных в Черноморэнерго как раз на приобретение приборов учета. Перед тем, как установить прибор учета, нужно саму трансформаторную подстанцию привести в порядок, усилить ошиновку, привести рубильники в соответствии, посмотреть все коммутации, если есть какие-то нагревы, их устранить. Потом по самой линии выровнять опоры, сделать перетяжку СИП. Если есть участки с голым проводом, поменять их на СИП, изолированный провод. В общем, мероприятий сопутствующих очень много. И потому это, в принципе, чуть-чуть и замедляет темп установки самого прибора учета. Сегодня просто так прийти, прибор учета поставить, смонтировать и уйти, в принципе, это было бы быстро. Но это технически неправильно. Та сумма, которая была предназначена для приобретения прибора учета, она освоена полностью. 60 миллионов планировалось потратить на установку прибора учета, в смысле на сам процесс, на установку. Но сложилось так, что эти расходы стали нашими. Принимать срочные меры и вносить изменения в бюджет пришлось из-за востребованных 30 миллионов киловатт-часов в начале ноября. Уровень воды в Дживарском водохранилище все еще остается на критической отметке. Потому необходимо принимать меры и обеспечивать электроэнергией 50 на 50. В 2023 году, не учитывая ограничения, которые вводили в первом квартале, потребляем уже более порядка 200 миллионов киловатт-часов ниже, чем это было в 2022 году. Это, в принципе, неплохая статистика, но она далека от того, к чему мы стремимся. Это тоже надо подчеркнуть. И поэтому, тем не менее, все равно дефицит в четвертом квартале 2023 года однозначно есть. Суммарно он может составлять порядка 900 миллионов рублей. На данный момент, уже с начала ноября, мы на коммерческой основе обеспечиваем поставку электроэнергии в Республику Абхазия на покрытие дефицита. Первый контракт, о котором я говорю, был заключен с Интерау на количество поставки 30 миллионов киловатт-часов, суммарной стоимостью 135 миллионов рублей. На данный момент нами сформирован второй контракт на поставку электроэнергии в объеме 50 миллионов киловатт-часов, суммарной стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Сразу хочу подчеркнуть, что окончательная сумма поставки, она формируется по итогам актов сферок между поставщиком и потребителем, в данном случае Черноморэнерго. Нам еще предстоит решить вопрос покрытия дефицита в декабре текущего года. Поставки электроэнергии из России ведутся с 2016 года, а с 2020 по 2023 годы в рамках социальной поставки, то есть бесплатно, Абхазия получала и израсходовала электроэнергии на сумму порядка 6 миллиардов рублей. В целях минимизации стоимости поставленной электроэнергии поставки из Российской Федерации обеспечиваются по графику, который согласовывает Черноморэнерго, потому что стоимость поставки в ночное время и стоимость поставки в дневное время, она разнится и в целях экономии денег мы, соответственно, пытаемся основную часть поставки Российской Федерации обеспечивать именно в ночное время суток. Это нам позволяет держать уровень воды не в кризисном состоянии, как это было в прошлые годы. На данный момент мы перешли в отметку 423, то есть, когда мы начинали поставку, уровень воды в Живарском водохранилище составлял порядка 418. Состояние энергетики – вопрос актуальный и сложный. Очевидно, необходимо подходить к нему комплексно и, возможно, с привлечением инвестиций. Вместе с тем, речь о повышении тарифа на электроэнергию пока не идет. Для того, чтобы выводить систему из кризиса, безусловно, основное условие – это тариф. Обоснованный тариф, который будет позволять содержать систему. Но мы не могли пойти на радикальную меру и увеличить кратно или в несколько раз тариф в течение одного года. Мы с коллегами из Российской Федерации очень долго вели консультации относительно того, чтобы сохранить возможность поэтапного перехода на новую тарифную политику, для того, чтобы не обременять наше население таким резким повышением в связи с тем, что есть разрывы по заработной плате, по пенсионным выплатам. И для того, чтобы минимизировать такой серьезный удар, мы ее растянули на пять лет. То есть экономически обоснованный тариф по ценам 2022 года у нас будет только в 2025 году. На минувшей сессии парламента во время обсуждения проблемы энергетики встал вопрос о возникновении необходимости введения верных отключений. Но прежде предстоит рассмотреть бюджет республики на 2024 год, в котором необходимо предусмотреть средства на оплату за переток электроэнергии. С учетом того, что потребление с годами растет и на данный момент, как сообщает генеральный директор Черноморэнерго, 30% электроэнергии потребляют майнинги. Президент Аслан Бжаня поздравил директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова с днем рождения. Отметив личный вклад Александра Бортникова в укрепление абхазо-российских отношений, глава государства пожелал ему благополучия, крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни на благо Отечества. Министр иностранных дел Инна Лардзенба обсудил с новым председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Левентом Атрашбой и полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Аветсба планы работы на ближайшую перспективу. Встреча прошла в онлайн-формате. Также обсуждалась возможность проведения формы Global Abkhazia в Турции с целью активизации взаимодействия с соотечественниками. Два спецавтомобиля приобретено для нужды МЧС. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства, машины усиленной проходимости поступят в распоряжение медицинского управления поисково-спасательного отряда. Спецтранспорт приобретен на средства из государственного бюджета. Рассказать больше об Абхазии, о традициях и культуре народа Абаза, а еще посмотреть дневник репатрианта. Все это в познавательно-новостном, набирающем обороты блоге Абаза.Информ в социальных сетях. Автором блога является Абазин, репатриант Мурат Кнухов, который недавно вместе с семьей вернулся на историческую родину. Гугуца в Ардане расскажет подробнее. В эре-патриант Абазин по национальности Мурат Кнухов побывал на исторической родине, когда ему было 14 лет. С тех пор мысль о возвращении к истокам и жизни на родной земле не отпускала молодого человека, как и мысль о том, что нужно больше рассказывать о родине, миру. Так Мурат Кнухов в 31 год переехал в Абхазию. А в социальных сетях появился набирающий обороты блог, рассказывающий о народе Абаза. Абаза.Информ. Вообще моя мама род ее из Аула Абсуа. Там живут ашхарцы. Отец из Аула Красный Восток, Ашва, там Абазины живут. Наши предки именно по ашхарской линии, они все из Абхазии, переселенцы. Поэтому эта земля для нас родная. Мы себя здесь комфортно ощущаем и чувствуем, что мы приехали домой. Мой блог рассказывает о едином этносе Абаза. Я не разделяю нас на Абхазов, Абазин, мы один народ. Рассказываю о мероприятиях, которые проходят у нас, игры. Показываю, какие достижения наши спортсмены, к примеру, добиваются чего. Рассказываю о нашей жизни в прошлом и в настоящем. Также пытаюсь охватить традиции, обычаи нашего народа, язык. На странице Абаза.Информ Мурад ведет рубрику, которая называется «Дневник репатрианта». Блогер рассказывает о переезде в Абхазию, о жизни в Абхазии, конечно, поддерживает тех, кто хочет вернуться на историческую родину. Сейчас я хочу показать, как живут здесь репатрианты, показать их жизнь, показать, что Абхазия может предложить репатриантам, что здесь есть, какие здесь вообще условия для жизни. Вот именно об этом всем хочется рассказать и показать. Мы продолжаем рубрику «Дневник репатрианта» и сегодня мы поговорим о работе в Абхазии. Работы в Абхазии очень много. И здесь работают почти все. Причем работают не только на одной работе, кто-то и на двух, и на трех. Народ в Абхазии очень трудолюбивый. Ни для кого не секрет, что в туристической стране самый популярный и востребованный бизнес – это рестораны, гостиничные и туристические. Здесь постоянно открываются новые рестораны, отели, гостиницы. Здесь много туристических фирм. И многие люди из Абхазии летом работают именно в этих направлениях. Еще бы я хотел отметить профессии, которые весьма востребованы в Абхазии. Например, как сантехники, электрики, сварщики. Это люди, которые постоянно нужны в Абхазии. Кроме того, в Абхазии, на мой взгляд, не останутся без работы опытные строители. Мурат переехал в Абхазию с супругой и двумя детьми. И одна из самых главных целей сейчас – выучить абхазский язык на своей странице. А база «Информ» он призывает к этому и других людей. Сейчас у меня главная задача, чтобы наши дети, ну мои дети, они выучили родной язык. Сейчас они ходят на курсы родного языка, также преподают им в школе, ходят на национальные танцы. И я тоже хочу обучаться именно абсфо-диалекту, выучить абхазский язык. И думаю, в ближайшем будущем это тоже произойдет. Комитет по репатриации оказал поддержку. Он помог мне определить детей в школу. Также он поспособствовал, чтобы детей записали на курсы родного языка. Мне выдали карту репатрианта. В общем, я полноценный репатриант. Абхазию саму я знал. Я бывал здесь много раз, много читал, как вы, наверное, уже догадались, об Абхазии, о людях, которые здесь живут. Я выделил для себя то, что она очень разнообразна. Здесь много разных культур. Тут по улицам ходишь, встречаешь и сирийских абазов, да, и орданских, и турецких, и сабазашты наших, да. В общем, это прям красиво, это радует глаз. Еще хочу сказать, в Абхазии своя атмосфера, она очень отличима от нашей, да, от северокавказской, да, и вообще, наверное, от российской. У нас совершенно все по-другому, да, нежели здесь. Но я хочу сказать, ты быстро привыкаешь, быстро осваиваешься, так как, наверное, это место, потому что оно для нас родное. События, люди, праздники, все, что касается Абхазии, народа Абаза, можно найти на странице Абаза.информ. А еще интервью с артистами эстрады, спортсменами, видеоролики с красотами нашего края. Кстати, Мурату и его единомышленникам удалось создать сообщество, через которое несколько пар нашли свою судьбу. У меня в интернете есть такие же единомышленники, которые так же, как и я, занимаются нашим этносом. Их зовут одну Анжела, другу Марьяна, есть Эсма девушка. Вот мы создали сообщество на платформе Инстаграм, и там тоже искали молодые люди себе спутников жизни. Несколько браков получилось у нас создать. Какие это браки? Кто откуда? Если честно, я не знаю об этом, но знаю, что это Абазина и Северного Кавказа. Сегодня в познавательно-новостном блоке Абаза.информ около 22 тысяч подписчиков. И с каждым днем их количество растет. А при активной поддержке народа Абаза их будет еще больше. Ведь главная цель – рассказать миру, людям, а его непростой, но такой интересной истории и традициях. Рада, 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 гуща, рада, рада. Гугуса Вардания, Заур Кварджи, Абхазское телевидение. На 1974 году ушел из жизни рекордсмен мира. Абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике. Кавалер Хардинов Леона Иахдзапша Третьей степени. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Руслан Таркил. Горько осознавать, что уходят такие легендарные спортсмены. Для тех, кто знал Руслана Расимовича, он останется примером для подражания. Образцом мужества, стойкости и жизнелюбия. На его победах было воспитано не одно поколение абхазских тяжелоатлетов. Говорится в соболезновании Госкомспорта Республики. В связи с кончиной Руслана Таркил создана государственная комиссия по организации похорон под председательством первого вице-премьера Джанцуха Нанба. Прощальная церемония состоится 17 ноября в Доме учителя в Сухуми. Абхазский тяжелоатлет Элкан Гвазава стал победителем первенства России по тяжелой атлетике в рывке с результатом 124 килограмма. Элкан Гвазава посвятил победу ушедшему из жизни наставнику Руслану Таркил. Соревнования проходят в Майкопе. В них принимают участие 450 спортсменов из 45 регионов России. Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова. Ранее Гвазава тренировался в колдухарской школе-интернате в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР заслуженного учителя Абхазии Ясуна Кяхба. Золото, серебро и бронза. Юные абхазские боксеры завоевали шесть медалей различного достоинства на международном турнире Кубок Дружбы, который проходил в Ростове с 7 по 11 ноября. В соревнованиях участвовали около 200 молодых спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из Краснодарского края, Донецка и Макеевки, Армении и Абхазии. А также спортсмены из столицы Сейшельских островов Виктории. С призерами турнира и их тренерами пообщалась Адюца Сагария. Старший тренер сборной Абхазии по боксу Эдуард Депелян и его подопеченные не собираются останавливаться на достигнутом. Любовь к спорту и упорный труд – залог здоровья и побед. Под таким лозунгом начинают спортсмены свой тренировочный день. Тренировки проходят каждый день, кроме воскресенья. За 17 лет своей профессиональной деятельности Эдуард Депелян воспитал не одно поколение талантливых спортсменов. Самое главное в зале бокса – это тренер и атмосфера. Профессионально оборудованный необходимым инвентарем зал посещают более 150 боксеров разных возрастов. Тренировки у нас каждый день, кроме воскресенья. А так детей очень много. Вот именно в Гулеринском районе минимум 150 ребят ищик тренируются. Из них 50 – вездные ребята. Сегодня в рядах воспитанников Эдуарда Депеляна немало молодых перспективных боксеров, будущих звезд профессионального ринга. Пятый международный турнир по боксу Кубок Дружбы прошел в Ростове-на-Дону с 7 по 11 ноября. В соревнованиях приняли участие более 200 молодых спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет. Боксеры из Краснодарского края, Донецка, Макеевки, Армении, Абхазии, а также спортсмены из Виктории, столицы Сайширских островов. Достаточно успешно выступили, я считаю, и на самом деле это большой опыт для наших детей. Это в первую очередь знакомство с детьми, общение с детьми и во вторую очередь соперничество. Это очень важно. Здоровое, здравое соперничество, спортивное соперничество, которое не подразумевает какую-то злость или агрессию. На международном турнире Абхазию представляли 9 молодых боксеров из разных районов республики. Мы безумно рады были тому, что мы можем поднимать наш флаг и выступать под нашим флагом. Наши дети очень хорошо выступили, хорошо себя показали. Их отметили и главные тренера, и судьи, и вообще зрители очень хорошо реагировали на нас, и на наш флаг, и на наших детей. Это было очень приятно. По регламенту первый день турнира – это день взвешивания и прохождения мандатной комиссии, а также жеребёвка для определения пар одной весовой категории. После того, как их раскидали по парам, идёт первый день боёв. Первый день боёв – это выход в полуфинал. Если вы прошли бой, вы вышли в полуфинал. У нас практически все, кроме двоих, вышли в полуфинал. С международного турнира Кубка дружбы из девяти абхазских спортсменов Семеров вернулись медалями и почётными грамотами. Среди абхазских спортсменов есть и фавориты. Это Леварса Аджинджел, который занял первое место. Даниэль Багарян и Кемал Вузба стали вторыми. А бронзу на турнире завоевали Рафаэль Кисян, Эдгар Депелян и Гарик Шибелян. Аджинджел Леварса выиграл очень хороших ребят. Провёл три боя, упорных три боя. И одержал в них во всех победу, уверенную победу. Есть финалисты, которые прошли бои и в финале уступили. Боксом я занимаюсь шесть лет. Меня привёл папа на этот вид спорта. Мне он очень понравился. Тренер понравился. Были мы соревнования в Ростове-на-Дону. Там я занял первое место. Провёл три боя. Первый бой я боксировал со спортсменом из Ростовской области. Одержал над ним победу. Второй бой я боксировал спортсменом из Краснодарского края. Над ним тоже одержал победу. И финальный бой у нас проходил на большой арене. Я там боксировал над спортсменом из Донецкой народной республики. Над ним тоже одержал уверенную победу. Спорт – это дисциплина. Родители при выборе спортивной секции часто обращают внимание на тренера. Ведь это пример для всех учеников, говорит родитель молодого боксера Дату Аджинджел. Это, безусловно, огромный труд непосредственно Депелян Эдварда, Адабощан Эдвард, Иракли Цирсуми, главный тренер сборной Абхазии – это у нас Ахуба Аслан. Это большой вклад и общий их. Так просто детей не вывезешь. Это подготовка, до них сборы проводятся. Это всё. Большое внимание уделяется к этому всему. В зале бокса – разгар тренировки. Тренер подготавливает бойцов к новому турниру, который пройдёт в российском городе Дым. Джинджиоль Аливарсик. Три боя таких серьёзных, хороших ребят выиграл. Сейчас готовимся. У них турнир Грекова. Это уже шаг в сборную Россию. Вот как раз он себя дал знать, что тянет уже на Россию. Можно его туда повезти. 2023 год завершится турниром памяти заслуженного тренера СССР по боксу Бориса Николаевича Грекова, который пройдёт в Москве. Состав команды, которая представит на этом турнире нашу страну, пока не определён. Но уже известно, что в Москву поедут 10 спортсменов. Адис Сагаря, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг 16 ноября на территории Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь разной интенсивности. Местами возможен сградом. Гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью плюс 10-15. Днём 11-16 тепла. Температура моря плюс 18. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин